Первая часть молитвы Господней полностью посвящена для прославления Бога. «Отче наш, суши на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Сколько бы мы ни подчеркивали эту основную истину, что именно так должна начинаться всякая молитва с прославлением Бога, то не будет слишком много. Если мы желаем иметь благословение Божие и желаем, чтобы молитвы наши имели успех, тогда необходимо придерживаться именно этого порядка, давать первое место Богу, поклонением Ему, восхваляя и прославляя Его. Как естественно человеку делать как раз наоборот, ставить свои личные нужды на первом месте? Это не значит, однако, что мы не должны в молитвах излагать и высказывать бремена и нужды наши. Наоборот, эта вторая часть молитвы Господней усматривает именно эти наши потребности и нужды. Но будем всегда помнить установленный Христом порядок в этой молитве сперва Бог, а потом мы. И вот эта вторая половина молитвы Господней, которая содержит в себе три определенные просьбы, включает все нужды человека. Все основные потребности наши суммированы в этих словах. «Хлеб наш насущий, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Ведь из слова молитвы «Отче наш» Господь включил нужды жизни чада Божьего во всех ее аспектах. Тут присоединены и наши физические нужды, и нужды нашей души, и нашего духа. Это вся целость человека, дух, душа и тело, и все они усмотрены этой молитвой. Действительно, чем больше вникаешь и углубляешься в эту чудную молитву Господню, тем больше приходишь в изумление и поражаешься ее всеобъемленностью. В ней ничто не упущено, все в ней усмотрено, благодарение Господу. Вникая в эти три просьбы, вы обнаружите, как каждая из них относится к обстоятельствам, с которыми сопоставлен христианин ежедневно. Каждый из нас имеет дело с Богом, с человеком и с дьяволом. Без исключения, мы, которые принадлежим Господу, ежедневно имеем дело с нашим Небесным Отцом. Каждый день мы в соприкосновении с людьми, и нет такого дня, чтобы чадо Божие не встречалось с врагом своей души. Вторая половина молитвы, которой научил нас Господь молиться, касается всех этих сфер нашей жизни в подробности. Итак, жизнь наша здесь на земле зависит от насущенного хлеба, прощения грехов и защиты от всего того, что могло бы втянуть нас в грех. Ничто во всей Библии не указывает так ясно и конкретно на нашу зависимость от Бога, как эти три просьбы. Вот почему ничто так не важно в жизни человека, как знание того, что Бог наш Отец. Если бы мы знали Бога таким образом, то все наши проблемы были бы решены. Как малое дитя целиком зависимо от своих родителей, так и чадо Божие зависимо от своего Небесного Отца во всех своих потребностях. Теперь приступим к первому прошению этой молитвы. Оно касается нашего существования, как физического, так и духовного. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день» — это молитва о настоятельной потребности человека. Без хлеба человек жить не может, и этот факт усмотрен в молитве Господней. Однако мы не должны думать, что эта просьба касается только хлеба. Она относится ко всем моим физическим нуждам. Но следует и добавить, что прошение это нельзя ограничить только физическому хлебу. Но и в него включена необходимость духовного хлеба. Но об этом скажем немножко позже. Дорогие друзья, разве это не дивно, что Бог — всемогущий Творец неба и земли, тот, который держит все словом силы своей, Бог, у которого народы, как капли из ведра, и считается, как пылинки на весах, чтобы этот Бог был бы так заинтересован твоей и моей жизнью даже до мелочных необходимостей, как, например, насущного хлеба. Так говорит Библия о нашем Боге. Да, что Он даже считает птиц небесных, и что ни одна из них не упадет на землю без Его воли и знания. Писание говорит, что у этого Бога сочтен каждый волосок на голове нашей. О, если бы мы могли постигнуть эту дивную истину, что Бог Вселенной заинтересован каждой нашей нуждой во всех отраслях нашей физической и духовной жизни. Самая малейшая деталь моей незначительной жизни входит в сферу заботы Его, слава и благодарения Ему. Но мне кажется, что кто-то возражает. Если Господь нас учил высказывать Ему наши нужды, просить у Него о насущном хлебе, то почему как раз перед тем, как Он дал нам эту молитву, Он говорит, что знает Отец наш, в чем мы имеем нужду прежде нашего прощения у Него? Хорошо, вы скажете, если Бог уже знает перед тем, как мы даже начнем молиться, то зачем вообще просить у Него? Зачем говорить Ему о том, что Он уже знает? Это возлюбленный как раз и приводит нас к самой сущности молитвы. Смысл молитвы не в том, что мы якобы информируем Бога о чем-то Ему неизвестном. Нет, вся цель молитвы – привести нас в общение с Богом и постоянно напоминать нам, что мы зависимы от Него. Притом, заметьте, что молиться мы должны всегда, постоянно, ежедневно. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, не на завтрашний день, но на сегодняшний. Это значит, что я должен ежедневно молиться о моих нуждах, несмотря на то, что Отец наш Небесный знает, что мы имеем нужды во всем этом. Бог не дает нам все в одной общей сумме. Это было бы весьма опасно для нас, если бы Бог так поступал бы с нами. Что бы произошло в таком случае? Пользуясь дарами, мы со временем забыли бы даятеля, Бога нашего. Да, дорогие мои, это самое удивительное, что Бог хочет иметь с падшим человеком общение. Он хочет быть нашим отцом, и чтобы мы, как дети Его, приходили к Нему и излагали нужды наши перед Ним. Он ищет нашего общения. Разве это не изумительно? Подумайте, какое оскорбление было бы вам, как родителям, если бы ваш ребенок только пользовался вашими даяниями, а вами он совершенно пренебрегал. Каждый отец любит, когда его ребенок приходит к Нему, чтобы поговорить и иметь общение с Ним. Так и наш Бог. Он жаждет слышать наш голос. Вся Библия говорит о Боге, жаждущем общения со своим высшим творением человеком. Как бы ни были слабы, немощны и несовершенны наши молитвы, они являются сладчайшей музыкой для нашего Бога. Найдите хоть одно место в Писании, где Бог жалуется о том, что мы Ему надоедаем нашими молитвами. Говорил ли Он когда-нибудь «Прочь! Ты меня утомляешь своими воплями!» Сказал ли Он тебе что-нибудь подобное? Вспомни, говорил ли Он тебе хоть один раз «Ухо мое отяжелело» для того, чтобы слышать, и рука моя сократилась, чтобы спасать. Нет! И еще раз нет! От начала до конца в Библии слышен постоянно Божий зов к молитве. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышать его, ответит тебе. Так говорит наш Бог устами пророка Еремия. Слава и благодарение Ему! Будем вечно благодарны Богу, что нигде Он не говорит «Напрасно ищите Меня!» И почему, вы спрашиваете, почему Бог хочет нашего общения, наших молитв? Потому, дорогие мои, что Он есть Бог любви! Он любит нас! И хотя Он знает наши нужды, Ему сладок наш вопль, наша просьба о насушенном хлебе. Но тут следует подчеркнуть еще один аспект молитвы, другую причину, почему Бог говорит, чтобы мы у Него просили. А это для того, чтобы мы признавали нашу полную зависимость, даже включая ежедневные пропитания. Бог мог бы так сделать, что мы могли бы быть лишены хлеба. Он мог бы не дать солнца и дождя, или Он мог бы уничтожить урожай, если бы Он захотел. Мы целиком в Его руках, о, как человек любит хвастаться и гордиться своими достижениями! И Бог должен был не раз удержать свое благословение над урожаем, когда человек поднимал свою гордую голову против Бога. В Божьей руке дыхание каждого из нас, и никогда этого не забудем. Кто ты, человек, что дерзнул, ответит всемогущему Богу, Творцу твоему? Отдай ему славу, чтобы он не прогневался и чтобы не погибнуть тебе в пути твоем. Но прошу отметить, что хотя, как мы сказали, Бог нам сразу не дает всего в общей сумме, Он, тем не менее, всегда дает больше, чем мы просим. Достаточно привести один только пример, хотя Библия изобилует ими. Вы помните, когда к Спасителю принесли расслабленного, чтобы он его исцелил, то что сказал ему Христос? Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Этого он не просил, правда? Но видите ли, Бог дает не только больше того, чем мы просим, но Он дает нам лучшее, чем то, о чем мы молим. И так Бог ему дал то, что он просил, и больше того. Самого лучшего он не просил прощения грехов, а получил его в первую очередь. Да, Бог нас всячески поощряет, чтобы мы приходили к Нему со всякими нашими просьбами. Но я не думаю, что мы должны ограничить эту первую просьбу о насушенном хлебе только как о хлебе физическом. Не всякого сомнения, когда Господь учил нас просить хлеб наш насушный, дай нам на сей день, то Он имел в виду благосостояние человека не только физического, но и духовного. Да, мы зависимы от Бога, как физической, так и духовной области нашей жизни. Ибо не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это не значит, что человек должен жить без хлеба, наоборот, хлеб необходим, и потому Христос нас учил просить у Бога о насушенном хлебе. Но есть хлеб и для нашего духовного человека, Слово Божие, всякое слово, исходящее из уст Божьих. Человек не материя, он не только плоть, но он дух, он вечен, и это его вечная душа нуждается в питании. Иисус Христос, который сам является этим Словом Божиим, сказал, «Я есмь хлеб жизни, и душий хлеб сей будет жить вовек». Без Христа человек духовно мертв, и он только тогда воистину жив будет, когда примет этот хлеб. Поэтому Бог отвечает на молитву как о физическом, так и о духовном хлебе. Все мы получаем сего благодатных рук, и никто не смеет произнести эту молитву, который, будь то своим поведением или устами говорит, что он сам добыл хлеб своей способностью или своей силой или своей мудростью. Но тут следует отметить еще одну очень важную истину в этой молитве Господне. Вы когда-нибудь обратили внимание на то, что тут местоимение первого лица употреблено везде во множественном числе. Отче наш, хлеб наш, дай нам, прости нам, долги наши. Мы прощаем должникам нашим, не веди нас, избавь нас. Девять раз упомянуто местоимение первого лица и ни разу в единственном числе. То есть ни разу дай мне, но дай нам. Что это значит? То возлюбленные, что мы никогда не одиночны, когда приходим с этой молитвой к Богу. Когда мы просим о хлебе на сушном, мы всегда должны помнить всех голодающих. Не о моем хлебе только я должен молиться, но и о нужде моего брата. Сколько страждущих людей в этом мире, сколько братьев и сестер, тоже искупленных драгоценной кровью Иисуса Христа, который не имеет того, что я имею. Что стоит моя религия? Если я могу сказать страждущему брату или сестре, иди с миром, грейся и питайся, и ничего им больше не сделаю. Слово Божье говорит, помните узников, как бы и вы с ними были в узах и страждущих, как и сами находитесь в теле. Местоимениями мы и наши Христос напоминает нам, чтобы мы включили в объятиях наших молитв всех голодающих, всех страждущих. Каким чудным примером в этом является наш дивный Господь? Помните, как, вися на Голговском кресте, истекая кровью, в неописуемых муках и агонии Он молился за нас. прости им, ибо не знает, что делает. В момент таких адских нападков и мучений Он молился за нас, грешников. Да, Он пришел взыскать, спасти и восстановить общение грешника с Богом. О, неизреченная любовь Христова, кто может ее постигнуть? Какой чудный повод тебе, мой друг, верить, что Бог тебя любит, что Он ищет твоего общения. Но оно Христа примешь Его прощение, и тогда ты можешь присоединиться к молитве Господней и вместе со сотнями и тысячами и миллионами искупленных душ сказать «Отче наш!» Если Он еще не твой Отец, то почему не сродниться с Ним вечными узами любви, верой в Сына Его, Господа Иисуса Христа, приходящего ко Мне, не изгоню вон, говорит Христос. КОНЕЦ